В национальном парке Алтын-Эмель, расположенном в Алматинской области, ученые устроили настоящие сафари на краснокнижных животных. Только у этой охоты совсем другие цели. Зоологи пытались пересчитать поголовье исчезающих джейранов и куланов. Эта зима для обитателей заповедника Алтын-Эмель выдалась тяжелой. Снега выпало больше нормы. Животные не могли самостоятельно добывать пищу. Работникам пришлось их подкармливать и спасать от хищников. В этом году еще и куланов с джейранами прибавилось. Еды на всех не хватало, но и волков тоже больше стало. Для того, чтобы оценить прирост обитателей заповедника, ученые даже разработали оригинальную методику, опираясь на географические особенности местности. Джейран-кулан оказывается в коридоре шириной 20-25 километров. И исходя из этого мы разработали метод, который можно назвать метод прогона. Достоверность этого визуального учета очень точная и, по моему мнению, достигает 90%. Метод зоологов прост. Автоколонны передвигаются по заповеднику с одинаковой скоростью, но с небольшой разницей во времени. Ученый внимательно считает всех животных, которых встречают на своем пути. Между машинами в пределах 2-3 километра. В одном экипаже сидит и с седозологией ученый, и с инспекцией человек, и с охотного прома, и наш человек. Поэтому в одном экипаже четыре разных организации. Они никак не могут друг друга обмануть. По последним подсчетам, в заповеднике Алтын-Эмиль сейчас обитают более 4 тысяч краснокнижных джейранов и 3 тысяч куланов. Специалисты пытаются не только сохранить их численность, но и создать условия для приумножения.